И благодаря помощи тамбовчан у Светланы Снапковой, которая до недавнего времени жила в Абакумовском интернате, появилась новая инвалидная коляска. И вообще начался новый этап жизни. Пересаживаемся на Мерседес. Это вот спинка. Просто спинку. А это если ей нужно отдохнуть полностью, под ножки они поднимаются. Так. И по длине можно сделать. В любое положение. Я ее вот так вот это еще спирочку откину. Вообще лежат. Можно спать. О новой коляске Владимир и Светлана могут рассказывать долго. И самое главное, что Света может находиться в ней несколько часов подряд и при этом не испытывать неудобств. Ощущение, как в космическом корабле. Все вот так. О том, что Светлане Снапковой из Абакумовского дома инвалидов нужна новая коляска, наши зрители узнали в начале этого года. На помощь пришли многие. От вице-губернатора до обычных пользователей соцсетей. Их тронула история Светланы. Уроженка Тамбовской земли она училась в Воронеже. Там и встретила будущего мужа. Отправилась за ним в Арабские Эмираты, где родился ее сын. Восточная сказка закончилась, когда Светлана тяжело заболела. Через четыре года муж мой привел вторую жену. Я пыталась как-то с ними вместе пожить. Вот мы где-то еще четыре вместе жили. В одном большом доме две семьи. Но не сложилось. Пришлось уехать в Россию. Так Светлана вновь оказалась на малой родине, но уже в доме инвалидов. И здесь судьба совершила новый разворот – Владимир. Он тоже оказался здесь после болезни, слабовидящим. Когда врачи восстановили зрение, он увидел Светлану. И понял, что теперь они всегда должны быть рядом. В их новом доме всего одна маленькая комната. И небольшая кухня. И ее место воздействует. Место Владимира у плиты. Он готов похвалиться. Первый борщ сварил, когда учился в четвертом классе. Мама тогда высоко оценила. Сегодня я сварил лапшу с курятиной. А до этого варили очень хорошее жаркое делалище. Рецепт ищет Света. Владимир печет, тушит, нарезает. Вспомнили, что есть такие татарские пирожки из слоеного теста. Квас лучше? Да. Я даже не ожидал. Получилось очень вкусно. Они вместе обедают, вместе слушают музыку и смотрят телевизор. Если Владимир задерживается в магазине, Света волнуется. Его маршруты она знает по минутам. Но, что удивительно, чаще Света сама успокаивает и утешает людей. Вот когда в пансионате жили, там в санитарке приходили ко мне. Своими горестями делились. Я их там успокаивала, уговаривала, какие-то советы давала. Владимир тоже замечает. Света притягивает людей. Иногда они приходят на помощь даже там, где совсем этого не ожидаешь. Так было с руководителем миграционной службы. Он стоял на крыльчке и увидел, что подъехало такси социальное. Нарисована коляска, все, и мы пытаемся выбраться. А как раз после снегопада все замело. Он подскочил, помог. Через сугробы перетащил. На крыльцо подняли. Там не очень хороший пандус, так это сделан, для отмазки. И завел в кабинет. Дал команду работникам, чтобы все дела бросить, заняться именно Светланы, нами, чтобы мы прописались. Широкие дверные проемы – максимум свободного места. Насколько это возможно на такой площади? Но главное – чувство – это их дом. Счастье. Чувствую счастья. Ну, нашим. То, что вот мы с Володей, Володя вокруг меня, он тоже так старается все сделать, чтобы было красиво, уютно, удобно. Свой дом, своя квартира. Вот какую-то мелочь приобрели, и такая радость у нас. Эту квартиру Светлана и Владимир искали долго. Нужен был первый этаж и удобный пандус. Света уже ждет, когда сможет выезжать во двор и общаться с людьми. А Владимир сходил на разведку и узнал – недалеко есть березовая роща. Как только растает снег, они отправятся туда, на прогулку. А Владимир сходил на разведку и узнал – недалеко есть березовая роща.